Система неуправляемая определенно, и определенно заявить, что будет с экономической системой через какое-то время, фактически невозможно. Кризис в теории экономической академиками признается, и писали очень много работ, но тем не менее сами академики как-то умудряются все-таки экономическую систему описывать приближенно, и всякий раз оговаривается, что это неопределенно точно, то есть до какой-то вероятности. В чем проблема? Когда экономик говорит физику о том, что занятость прямо пропорционально ВВП, рост инвестиций снижает безработицу, а ВВП прямо пропорционально инвестициям, то физик построит вот такую модель пружинных маятников и скажет, что эти системы легко описываются дифференциальными уравнениями, они точно определены. Но где загвоздка? Загвоздка в том, что происходит подмена экономического смысла физическим. Это физическая модель, никакого отношения к экономическому не имеет, несмотря на то, что графики будут похожими, когда будут пружинки колебаться. То есть вроде бы будет, но это все равно другая модель. Если биолог попытается вникнуть в процессы воспроизводства, он построит два реактора и скажет, что это двухсекторная модель, и построит дифференциальное уравнение и скажет, что это ваша экономическая модель. Потому что живые организмы будут воспроизводиться в этих реакторах, и дифференциальные уравнения будут похожи. Но это опять, это другая модель, и здесь нет экономического смысла. Это реальный биологический процесс. В чем проблема? Проблема в том, что еще более 300 лет назад стали догадываться, что существует уровень движения капиталов, и Маркс описал этот уровень самый верхний, как движутся капиталы. По его принципу матрично-балансового подхода был построен профессором Санкт-Петербургского университета межоотрошлевой баланс, который потом, впоследствии, ученик его друга Леонтьев вывез сначала в Италию, потом в Японию, потом в Америке, в Гарварде, очень хорошо внедрил, и теперь весь мир знает это как межоотрошлевой баланс Леонтьева, хотя на самом деле его изобрел профессор Дмитриев. И вот эти три слоя, где средний слой, это слой... Обратите внимание, вот наверху, допустим, движутся деньги от вас справа налево, снизу движется товар слева направо, от сырья до потребителя. А в центре это фирмы, это уровень права. То есть деньги и товар движутся в соответствии с правом. Вот этот средний уровень хорошо разработан, и Нобелевская премия получил Коус за книгу «Природа фирмы». За межоотрошлевой получил Леонтьев. Ну, Марксу, конечно, не достался Нобелевская премия. Но вот все они, вот большой круг обозначен для чего? Это говорит о том, что существует человеческий фактор. То есть если, допустим, моделируем мы какой-то биологический процесс, механический процесс, физический процесс, самое главное, это повторяемость. А вот вся экономическая система, она находится в обществе. И вот люди, они не жестко определены. Они, конечно, живут в определенных правилах, они действуют в определенных условиях, и предсказуемы, и манипулируемы, но тем не менее это все-таки люди. То есть если представить экономическую систему огромную как черный ящик, на входе какие-то факторы, и попытаться заранее отгадывать, какие будут на выходе факторы, наличие человека всегда будет приводить к хаосу. Мы сейчас начинаем с хаоса, и о нем вспомним о хаосе только в конце. Вот теперь сама теория. В чем отличие теории от нетеории? Значит, экономисты утверждают, что они обладают экономической теорией. На самом деле человечество уже установило, со времен еще Платона, что не все можно назвать теорией, и только система, построенная на оксиматическом методе, может признаваться теорией. То есть мы должны построить такую систему, последовательно нарастающую, которая с каждым шагом будет логически определена. Но вначале давайте простые понятия определим, чтобы наше взаимное понимание состоялось. Значит, понятие воспроизводства. Вот смысл воспроизводства — это вы сейчас читаете, можете не писать для того, чтобы вы могли потом на видео посмотреть. Вы сейчас не отвлекайтесь, просто сосредоточьтесь на этом. Смотрите. Вот определение воспроизводства у экономистов. Так? А дальше пойдет следующее. Вот они будут употреблять слова, которые в русском языке по-другому используются, и я буду, если возникнет конфликт между экономистами и русским языком, буду употреблять русское значение. Сейчас объясню, в каком месте. Нам понадобится неизменное состояние, неизменное воспроизводство, нарастающее воспроизводство и убыль разорения. Вот представьтесь, что мы снимаем на кинопленку замороженный живой организм. На каждом кадре этой кинопленки никаких событий не происходит. Это неизменное состояние. Математики будут писать на луче Xn, 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 Xn. То есть ничего не меняется. А теперь начинаем подогревать. Живой организм ожил, начинает размножаться, но у него нет питательной среды. И он поедает организм. То есть он, с одной стороны, воспроизводится, но мы видим все время одно и то же число этих клеток живых. То есть мы называем неизменное воспроизводство. Разницу почувствовали? Там состояние, а здесь воспроизводство. То есть, несмотря на то, что число одинаковое. Следующие пошли. Вот самое главное, для математиков мы пишем, на луче возврат, то есть процесс пошел во времени, но все равно число неизменно. То есть на этом луче никаких изменений нет. Числа одинаковые. Теперь представим себе, что питательная среда появилась, и он размножается. Клетка размножается, удваивается, удваивается, удваивается. Тогда Xn, переходя в Xn плюс первое, умножается на какое-то число. И вот это число может быть любым. Но в данном случае два. То есть удвоились, потом две еще раз удвоились и пошло по кругу. Это понятие воспроизводства. Обратите внимание, нарастающие. У экономистов слово они используют расширенное, а мы будем использовать нарастающие, по-русски правильнее. А теперь представим себе, что вот этот коэффициент меньше единицы. Тогда что получается? Количество убывает. Это в экономике будем называть разорение. Хотя экономисты говорят банкротство. Это немножко по-русски это другой смысл. Мы будем употреблять слово разорение. Итак, исторически самым первым циклом воспроизводства, которое было установлен, это был цикл Кене. И учебники его очень просто рисуют, но они делают упор на том, что он впервые открыл понятие классы. И вот все зациклились и движутся по этому пути. Для них главное, что есть класс ремесленников, крестьян и землевладельцев. И деньги крутятся. Для нас, с точки зрения математики, важно посчитать стрелки. У каждого число стрелок на входе и на выходе одинаковое. Как только число сравнивается, это означает, что круг пошел. Но мы здесь не видим, в какой момент кто получил первый... Ну, картинка вот такая. Мы тогда ищем другое. Вот есть таблицы, которые подробно расписывают, что на самом деле происходит в феодальном государстве. Я эту таблицу беру и перерисовываю. Вот. Вот это показывает, как деньги проходят. Тут уже чуть-чуть как-то уже другая картинка появляется. Видно, что вот один цикл есть. И уже крестьяне разбито. Для меня уже не важны классы. Для меня важно, как идут деньги. Замкнуты. Другой рисунок. Опять тот же самый процесс. И обращаю внимание, уже сколько картинок прошло, я все рассказываю об одном и том же феодальном процессе воспроизводства. Вот. Более такой простейший по кругу движется. А это уже более такой технический подход, когда видно, как движутся деньги. Для чего такое обилие картинок я привожу? Для того, чтобы показать, что математикам нужно дойти до такой картинки, когда становится математически четко, понятно, что идет за процесс. Поэтому мы отбрасываем все эти картинки, которые в учебниках есть, и смотрим. Примитивный цикл феодализма – это просто-напросто то, что мы уже видели, когда смотрели на живые клетки. То есть неизменность с каждым годом. О чем идет речь? Это Кене установил, что в казначейских книгах короля Людовика XIV во Франции из года в год сумма годовая не менялась. Вот что он хотел. Но из-за того, что он определил понятие класса, все кинулись туда, и там все в этих движениях по классам смотрят. Нам важно не это, нам важно, что существует неизменный примитивный цикл феодализма. Значит, он опубликовал свою работу в виде матрично-балансовой таблички, назвал ее экономические таблицы. И вот тут возникает момент. Я вам рисовал графы, а тут таблица. И вот если мы сейчас не поймем, что произошло в истории человечества, то мы упустим один нюанс, по которому мы еще упомянем, что в капитале Маркса содержится маленькая ошибочка. Вот смотрите, нам нужно сосредоточиться на чем? Более-менее балансы, наверное, все представляют, что такое. Это таблички, в которых есть колонки, приход, расход и сальдо. Это понятно примерно, да? Вот представим, что мы ищем какую-то систему, где находятся три субъекта, в которые между собой взаимосвязаны деньгами. И не выходя за рамки бухгалтерского подхода, попытаемся понять, как раньше, 400 лет назад, пытались определить, что циклы замкнуты. Мы для себя, чтобы мы сами понимали, сначала делаем модель для себя, что вот первый субъект отдает второму х, третьему у. Не важно чего, деньги, вода, не важно. Вот самая абстрактная мысль, это понимание. Потом третий у отдает опять х, у второго есть еще внутренняя проводка Z. И потом цикл замкнулся. Вот при таком представлении вам понятно, что идет как бы непрерывный процесс, какие-то идут потоки. Это может быть газ, вода, деньги, не имеет значения. Но главное вот это представление. И вот это представление, если вот как раньше делали, вот расписывали словами, вот эти все подробно, дебет, кредит, приход, расход, то вот эти все таблицы очень громоздкие становятся. И не всегда визуально понятно, о чем идет речь. Поэтому стали сводить в шахматку. То есть разворачивают приход и расход. Одни остаются в столбцами, а другие в строку. Вот посмотрите, с левой стороны видите, первый минус, это означает он отдал. Кому он отдал? Вот допустим, один, ну сам себе он не отдал. Так ведь, да? Ноль. Вот он отдал второму, х, потом третьим отдал, у, видите, и уже суммируем, х плюс у. Потом вторая строчка, допустим, начинаем со среднего, у него плюс-минус z, это внутренняя проводка, ноль, и третья строчка, y. А теперь возвращаемся, x плюс y отдал. Теперь обратите внимание, что сумма столбцов равна сумме строк. Вот это принцип матрично-балансового подхода. Теперь обратите внимание, это матрица, простая, несимметричная. Вот на этом я сейчас акцент делаю. Она может быть любой. Главное, чтобы вот эти суммы совпали. И тогда они отобразят вот эту схему. Если вот здесь недооценить смысл вот этого подхода, кстати говоря, этот подход почему-то нигде не обсуждается. То есть Маркс его использовал, но все как-то считают, что само собой разумеется. А теперь представьте себе, что вы обрубаете эту матрицу 3 на 3 до состояния 2 на 2. Что у вас произойдет? Я вас мучить не буду, скажу только одно. Она превратится в симметричную матрицу. Потому что неизбежно. Потому что мы схлопываем, если сумма столбцов должна равняться сумма строк, она неизбежно превратится в симметричную матрицу. Вот теперь мы начинаем уже это начало теории. Основная проблема состоит в том, что очень многие видели цикл Кене. Цикл Кене единственный в истории человечества действительный цикл воспроизводства. Действительный. Еще никто не сделал воспроизводство действительным до сих пор для капитализма. И буржуазные экономисты очень долго пытаются и пока безуспешно найти модель воспроизводства для капитализма. Безуспешно. В чем причина? С одной стороны вроде бы понятно, что классы есть. Буржуа, рабочие, крестьяне, банкиры. Между ними деньги двигаются тоже как бы вроде бы понятно. Сисмонди утверждал, что при капитализме отличием от феодализма будет случайный множитель. То есть случайным образом будет происходить при умножении капиталов в каждом цикле. То есть он называл это спиралями. Совокупный общественный капитал будет дергаться. неопределенно. Если вы возьмете график валов внутреннего продукта США с 47 по 2018 год и построите как отклонение, то на самом деле петли появляются в момент, когда появляются кризисы. То есть он был близок к ответу. Ну начнем с того, что в начале за эту работу взялся Маркс и он в численном виде пытался построить первоначально неизменное воспроизводство точно так же, как и кино. Вот сейчас идет экономическая часть, но она интуитивно должна быть понятна всем. Если вы будете заниматься бизнесом, то всякий раз у вас будет возникать вопрос, как распределить деньги. Вот у Маркса задача была самая простая, это куда направить деньги. И он утверждал, но до него еще утверждали, что Адам Смит и Рикадо уже говорили, что деньги распределяются на ввоз производства, то есть затрачиваются на средства производства, затрачиваются на зарплату, или как мы говорим иногда переменные капиталы экономисты, и сам капиталист себе забирает прибавочную стоимость. Вот это часть заслуга Маркса. Он указал, что существует прибавочный капитал. И в чем тут особенность? Дело в том, что между С и В существует жесткая связь. И представьте себе, капиталист хочет забрать себе побольше прибыли, но тогда у него остается меньше на производство, но это производство должно четко быть пропорциональным. Ну например, захотели вы выпустить в два раза больше продукции, не обязательно вы должны затратить в два раза больше на оплату наемных работников, потому что это другая функция, это функция сложнее. и вы на своем производстве знаете примерно сколько нужно еще нанять работников, чтобы на самом деле в два раза больше увеличить производство. Понятно, да? То есть это функция. Причем Маркс впервые объявил ее, но он на ней акцента не делал, а на самом деле в экономике это большой довольно-таки шаг. все его ценят за прибавочный капитал, а линейно-производственная функция это тоже довольно-таки большой шаг в знаниях науки. То есть что получается еще? С точки зрения математики мы можем сказать, что мы как бы умножаем совокупный капитал на какое-то число, на какую-то долю. Это понятно? И вот сумма этих долей будет равна всегда единице. Вот два условия мы уже ввели. Теперь Маркс говорит, что секторов два. Одни производят средства производства, другие производят предметы потребления. Вот два сектора. следующий шаг. Теперь третий шаг. Маркс говорит, что С и С уходят в первый сектор, остальные уходят во второй сектор. С математической точки зрения тоже просто. Как граф проверяем по стрелкам. Все стрелки замкнуты, никто, не висит. Для сравнения, для проверки смотрим первую строчку. W это усеченная пирамидка, трапеция. Значит, она равна тому, что из нее выходит. Видите, С уходит, В уходит, М уходит. Вторая большая тоже. С вот, С уходит, В уходит, М уходит. Видите, все стрелочки совпали. И вторая строчка также, но у нее уже на входе пирамидки. То есть проверили, граф работает, все замкнуто. вот это технический подход. Это то же самое. Вот остался последний шажочек для математиков. Мы сначала проверяем, что опять все вот эти уравнения работают, и после этого этой системе соответствует вот вот это систему уравнений. Дальше уже экономисты могут отойти в стороночку, и вот пожалуйста математика начинает работать. В чем прелесть этой системы? Она легко решается, у нее есть характеристические свои значения. Но самое интересное в том, что то, что раньше никто не замечал, теперь можно увидеть в численном виде. А именно, что между двумя этими состояниями, вот например неизменное состояние, мы проверяем. А вы заметили, кстати говоря, что здесь нет треугольников, то есть здесь ничего извне не поступает, никаких капиталов извне не поступает. Заметили? Вот теперь сложите вот эти два уравнения. А1 и 1-А1 исчезает, так, с левой стороны с плюсом шажок, а это предыдущее состояние. То есть вот после сложения видите, что получается? жирным выделено то, что совокупный общественный капитал это сумма двух капиталов секторов. То есть получается мы воспроизвели неизменное состояние, точно такое же, как и при феодализме. То есть подход Маркса это фактически такой же примитивный цикл. Но у Маркса все было по-другому. У него было в форме таблиц, он построил табличку 2 на 2 и стал утверждать, что матрица симметрична. Из-за того, что он потребовал эту симметричность, он ввел c равно v плюс m. До сих пор я ни разу не употреблял вот это вот уравнение. Что это означает? Что мы будем решать уравнение без этого условия Маркса и потом, когда мы его введем, мы увидим, в чем разница. вот это я показываю, что это симметричная матрица. А это для наглядности получается движение капиталов. Как бы вам сказать, это нужно вам сейчас понять, чтобы понять, как он сделал переход от неизменного к расширенному. Вот если смотрите, вот первый прямоугольничек, это первый сектор. c равно v плюс m. Видите, да, и вот первая строчка. Потом вторая строчка, это второй сектор. Третий это условие Маркса, которое тоже выполняете. Видите, да, c, оно само на себе, а второй большой c берется и большие жирные стрелочки обходят. Вот это статичное состояние, представьте, и он решил сделать вот такой вариант, берет он вот это вот, вот, видите, больше, 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 то есть у него была задача сделать так, чтобы было нарастание, то есть он вытаскивает из прибавочной стоимости часть капитала дельты M вводит его во второй звено, и таким образом у него звенья начинают нарастать. Понятно? но это я вам нарисовал, а у него вот если взять его второй том капитала, они в виде цифр, табличек, очень тяжело читается, но если все их свести в Excel, можно заметить все вот эти закономерности. это тоже я вас не буду пугать, это буквальный алгоритм его который он прописал во втором томе. Если перевести в аналитическую форму, то систему уравнений мы получаем вот следующую. Видите, только первое уравнение имеет рекуррентность. Все последующие они умножаются на какую-то постоянную величину и все. И нету, вот смотрите, и самое главное в рамочке я обвел, это Маркс условие установил C равно V плюс M. Вводим. Как только мы это ввели, у нас сразу же получается ситуация, когда из двухсекторных мы получили односекторную модель. То есть у нас основной сектор это первый, ведущий, а второй сектор становится ведомым. Вот к чему привело его требование C равно V плюс M и к чему привело это вроде бы наглядной симметричность матрицы. Если ее убрать, а математики спокойно могут это аналитически провести, то получится, что он сужает класс решений. Он выбросил огромное количество решений, которые возможны. И в то же время он не заметил, что отношение капиталов первого и второго секторов всегда постоянно. Нам это будет очень важно при анализе экономики США. Вот мы на основе анализа того, что известно со времен Маркса, пытаемся сейчас аналитически пройти путь и построить в математической форме воспроизводство капитала при капитализме. Это вам все знакомо, я это просто еще раз напоминаю, мы идем спокойно. Это уравнение вы видели, но обратите внимание, я ввел К треугольники. Это точки, в которые вливаются деньги из банков. То есть каждое производство должно наращиваться. И это идет из внешнего источника. Без финансирования увеличение объемов капиталов невозможно. это понятно? То есть должен быть какой-то источник извне, чтобы увеличивались все объемы, которые движутся. Можете представить, как вода движется здесь. И здесь появились К1 и К2. Эти два сектора могут финансироваться по-разному. вот математики сразу понимают, о чем идет речь. Здесь в матричной форме записана система уравнений. И ее решение сразу, вот это решение я назвал первым законом воспроизводства. Чем оно удобно? Оно удобно тем, что в отличие от модели Марса, которая статична, она идеальна у Марса, то здесь уже экономическая система может быть произвольной. И деньги могут поступать уже нерегулярно. Решение для обобщенного воспроизводства вот я здесь привел уже в чистом виде решение. Это как сумма степенных функций. И вот совокупный продукт уже как сумма степенных функций. То есть если раньше у нас была просто полосочка, которая движется, то сейчас мы уже можем даже рассчитывать при каких условиях экономическая система будет развиваться, а при каких будет уходить банкротство, разорение. Вот так. Вот вывод большой. Это еще только первый закон. То есть если раньше люди не понимали при каких условиях и в связи с чем наступает экономический кризис, то сейчас на основе вот этих первого закона мы можем найти характеристические элементы и рассчитать. Я здесь вас не утомлял теоремами. У меня книга построена от аксиом до теорем. это уже шестая теорема. Это математическое требование, так скажем. И меня заинтересовал это фундаментальное отношение. Когда оно вот такое сложное, что с ним происходит? И получается, что если у Маркса монотонно-степенной рост идет у экономики, то обобщенное воспроизводство может давать любые виды колебаний. То есть у Маркса невозможно описать кризис, потому что у него каждое приращение приумножается на одно и то же величину. А здесь из-за того, что суммы степенных функций, а вторая степенная идет обратите внимание у нее степень n положительная, как вам сказать, вот что-то нечетное, понимаете, да? И вот если я лямбда подставлю отрицательное, то лямбда может быть то отрицательное, то положительное, то положительное, то положительное, то положительное. Понимаете? То есть уже начинаются импульсы появляться в экономике. И самое необычное это то, что появился предел, предел, к чему стремится фундаментальное отношение. У обобщенного воспроизводства мы берем частные случаи и проверяем на соответствие реальности. При подстановке вот этих простейших значений мы получим простое воспроизводство Маркса. Я почему поставил здесь кавычки, потому что мы договорились, что мы называем это неизменное воспроизводство. Маркс называет расширенное воспроизводство, мы называем это идеальное воспроизводство. Вот, у него монотонный рост. То есть обобщенное воспроизводство, оно охватывает все виды решений, включая Маркса простого, расширенного, все-все-все известные на сегодняшний день. Но у Маркса в табличках нет другого. У него нету как будет себя вести система, если в какой-то капитал вбросить деньги, а кому-то не додать. Что произойдет? Сейчас мы уже можем поэкспериментировать. Вбрасываем в какой-то сектор больше денег, а другому не додаем. А они сами выравниваются, они сами находят какой-то уровень. Вот это необычно очень, но это есть следствие того, что существуют эти А1 и А2. Понятно? Вот эти А1, А2 и К1 и К2, они как бы только математика это чувствуют, но это просто можете поверить, что в матрице сидит характер экономической системы. понимаете? И любая экономическая система, они могут утверждать, что хотят, как хотят, могут бросать деньги с одного сектора на другой сектор, но вот этот установившийся институциональный характер экономики приведет все равно к тому, что они выйдут на какой-то уровень. Чтобы это доказать, я это потом покажу на примере США. При нарастающем воспроизводстве все равно выравнивается, а вот здесь фундаментальное отношение тоже смотрел, получается, что и фундаментальное отношение тоже со временем стремится к какому-то уровню. То есть, получается, экономическая система всегда стремится к какому-то устойчивому состоянию. Вот это понятно? Вот фазовый график, на котором видно, как перебрасываются капиталы. Вот если, допустим, во втором секторе больше денег, а в первом секторе меньше, вот скачки идут, и он все равно выравнится. Понимаете? и потом он ровненько растет. У экономистов это свойство называется невидимой рукой рынка. То есть, это математическая форма известного утверждения. То есть, система может самостабилизироваться. Но обратите внимание, здесь уже К1 не равно К2. То есть, у Маркса они равны, у нас нет. Это чисто капиталистическая система. А теперь самое важное. Мы утверждали, что когда оба сектора полноценно финансируются, то они найдут как стабилизироваться и уходят в рост. а вот теперь что произойдет, какой-то из секторов, любой, или первый, или второй, не финансировать. Хоть что вы не делали, эта система уйдет в кризис. То есть, фактически, когда произошла день индустриализации России, у нас исчез второй сектор, и фактически сейчас только в первом секторе крутятся деньги, сырьевой сектор отправляет сразу все на запад, у нас разорван это, то есть, экономическая система наша ненормальна. То есть, пока не будет восстановлен второй сектор в России, вы никогда не добьетесь восстановления экономической системы. И у нас это будет вот я назвал ее удушающей хваткой рынка. Всегда какие бы вы деньги не бросали в первый сектор, из-за того, что второго сектора нет, у нас воспроизводства не будет. Система обречена на кризис. Теперь мы прошли первый закон воспроизводства, теперь из этого обобщенного воспроизводства напоминаю, что у нас была функция производственная, которая очень важна. Если мы будем строить математическую модель государства полную, то вот эта производственная функция, она будет очень существенно влиять на результаты этой модели. поэтому нам нужно вернуться к этой производственной функции и посмотреть, как она выглядит, попытаться ее вычислить. Вот обратите внимание, напоминаю, значит, С, это постоянный капитал, идет на увеличение фондов, фонды это понимаете, что это такое, да, это станки, там, сырье, кожа, ну, грубо говоря, понятно, а В это зарплата, наемная работа и так далее. Вот это они, вот эти В и С взаимосвязаны. И мы их назовем производственной функцией, хотя это некорректно, с точки зрения математики неправильно называть ее производственной функцией. По логике мы ее должны называть уравнением. Уравнением. А если мы найдем закономерство, мы назовем ее законом. Значит, первая аксиома. Предполагаем, что существует какая-то система, в которой для увеличения производства в альфа-раз необходимо увеличить фонды в бета-раз и затраты на людей в гамма-раз. Чисто математическим методом мы приходим к тому, это сразу же это решение из той системы. это решение. Первые два уравнения друг на друга делим, потом вторые два уравнения делим и сцепляем. И мы получаем второй закон воспроизводства. Но самое интересное, что в реальности существует эмпирическое уравнение, которое в 1924 или 1927 году Коба Дуглас это один сенатор, другой математик, вот такое уравнение составили. То есть второй закон воспроизводства объясняет откуда взялся эмпирический закон. Но в этом эмпирическом законе не было этой экспоненты, она потом появилась позже, и ей придали смысл якобы технологического ускорения. А у нас эта экспоненция сразу появилась. Более того, в нашем уравнении, во втором законе, все факторы четко определены, и нам не нужно гадать, какой смысл он несет мю, какой смысл несет тау, и так далее. А третий закон вытекает из того, что мы вот здесь умножали вот эти два уравнения, а мы можем не умножать, а просто сложить. И тогда у нас получится как сумма. Это совершенно новая такая функция, которую пока нигде я не встречал, но мы ее запомним в каком смысле? Мы ее запомним в том смысле, что производство может выглядеть как сумма степенных функций. Вот для чего. А теперь давайте вспоминать, а первый закон у нас тоже давал сумму степенных функций, а там у нас инвестиции и потребления, а теперь давайте вспоминать, что здесь затраты на занятых, это фактически превратится в потребление потом, а с левой стороны К, это фонды, это как раз и есть отклик на инвестиции, потому что фактически К, это можете представить себе как ведро, в которое наливается вода, вот инвестиции льются как вода, и в ведре накапливается, а там дырочку сделали, она выливается тоненькой струйкой, вот это амортизация, грубо такой аналог представить, то есть вот получает, что они сцепились друг с другом, чисто внешне даже. И вот третий и первый законы воспроизводства мы когда приводим в окончательный вид, вот это то, что я вам как раз и говорил, это совокупный капитал первого сектора пропорциональный К, и совокупный капитал второго сектора пропорциональный, это как раз графики, которые говорят, о том, что по производственным функциям, в кавычках, которые употребляют как Коба Дугласа, существует неравновесность, но это сейчас подробно не буду останавливаться, он очень много времени отнимет. Вот если мы построим Коба Дугласа в трехмерном пространстве, вот оно такой вид имеет. Но обратите внимание, она не точно лежит на кривой, и наши функции тоже не точно лежат. То есть эти две, второй и третий закон очень чувствительны к кризисам, а нас это не устраивает, нам нужно более точно, чтобы точно воспроизводилось. поэтому мы возвращаемся к тому моменту, когда мы впервые начинали... Давайте я вам это место найду. Вот это место, альфа, бета, гамма. В трехмерном пространстве представьте себе, что это всего лишь навсего одна точка. А в реальности это не может быть одной точкой. Мы возьмем пространство, и все точки, которые имеются, вот для США, например, в трехмерном пространстве, жалко покрутить, не могу эту, чтобы вы примерно пространство это поняли, ну примерно, то есть я вывел второй и третий закон из одной точки, а тут в реальности в США, их много, они размыты, и вот те два пика, которые вы видели, неравновесность фактора, вот они показывают, как размазывается все это. И наша задача сейчас найти такую функцию, это прямая или плоскость, но которую как можно лучше бы описали все вот эти точки. Понимаете? Вот эту задачу нужно решить. либо линию, либо плоскость. Обе задачи решаются, находятся новые производственные функции, и вот они как лежат уже. Видите? Почти попали. Чуть-чуть, конечно, расходятся, но попали. и мне пришлось вводить новые способы оценки. Обычно пользуются встроенными функциями корреляции, нахождения корреляции. Мне из-за того, что они почти лежат, пришлось вот такой способ предлагаю. Следующий. Если бы мои точки абсолютно точно лежали бы на тех точках, которые в реальности существуют, они бы легли бы на полосочку черной в единичке. То есть это отношение реальных точек к тому, что я рассчитываю. А на самом деле, видите, мой пик самый высокий, он все-таки чуть-чуть отодвинулся от прямой. То есть это не абсолютная точность. Вторая кривая это функция Коба Дуглс, но у нее точность еще хуже. А третья это на всякий случай проверка для того, чтобы мы сами себя не обманули. То есть допустим, берем и смотрим отношение текущей точки к предыдущей. На всякий случай. Вот она вот так вот разбалтывается. Это другая функция. Это уже для плоскости. она еще точнее стала. Почему так щепетильно мы ищем эту функцию? Потому что в государстве, когда мы будем строить модель, вот этот эффект бабочки, если вы слышали, малое возмущение приводит к большим последствиям. Вот мы должны исключить вот эти грубости вот в этот момент. Поэтому для нас очень существенно. Теперь вот давайте экспериментально проверять все наши рассуждения. Это реальные данные для США с 47-го года по 2018-й. Мы уже говорили, что идеальная экономика по Марксу должна развиваться по степенной функции. Ну, она немножко так хорошо, но более-менее говорит о том, что степенная функция может быть. А вот это уже функции наши, другие, которые исходят из первого закона воспроизводства. Из первого закона воспроизводства при решении матрицы мы получаем линии, и очень часто люди говорят, что это аппроксимация. Это не аппроксимация. Вот разницу, чтобы вы поняли, вот я построил специально. Одна линия это аппроксимация, а другая это математическая матрица. То есть между ними разница существует. Для чего это нужно? Вот смотрите, во что превращается. Это совершенно разный у них результат. То есть у США вот это математическое закрашенное, видите, вот она плавная. Это линии фундаментального отношения. как только США будет ее пересекать, она входит в кризис. Понятно? А в реальности она вот эта аппроксимация, видите, она другая кривая. Вот отношение потребления к инвестициям ведет себя совершенно по-разному. И теперь я утверждаю, что в США уже знали в 70-х годах о надвигающем кризисе. Начиная с 70-х годов вот у них они знали, что они падают. И они уже могли даже вычислить, вот в 2000-х годах они уже должны были войти в кризис и разрушиться. Я имею в виду разрушиться не в смысле военном, не в смысле катастрофическом, а в смысле коллапса экономического. Понятно? Это разница вот. И на самом деле у них экономика сломилась вот в этой точке и сейчас у них уже экономика идет совершенно по другой матрице. То есть если вы составите систему уравнений, у них матрица будет содержать совершенно другие коэффициенты. если фундаментальная линия там была кривой, для того, чтобы мы четче представляли, нам легче было рассуждать, математическим способом можно ее вывести в линию. Вот на этой линии можно увидеть, как заранее можно было предсказать, что кризис в США произойдет. Видите вот эту линию? Вот они падали. А это я говорю, что следующая модель. Когда я говорил о фундаментальном отношении, то как раз в фазовом пространстве потребления к инвестициям это будет выглядеть экономический рост, как сглаженная линия. то есть когда в государстве все нормально, потребление инвестиций следует друг за дружкой аккуратно. И они идут ровненько. Как только они начинают дергаться, вот например, как вот здесь, получается, возникает кризисная ситуация, инвестиции не растут, и экономическая система переходит на другой уровень. Понятно? А теперь обратите внимание, что в 91-м году инвестиции, вот это инвестиции, видите, и там начало 47-й год, после войны до 91-го года они шли, сколько, и после 91-го года до 2000, смотрите, как они пробежали быстренько, видите, откуда они столько взяли активов? Вот, все активы были выведены, и вот вам сравнение, у американцев в Гарварде очень хорошо исследовали вот эти три программы, война во Вьетнаме, программа Аполлон, и авария на атомной электростанции, и потом они все экстраполировали, и у нас то же самое было, все расходы, причем по временам даже похожие, видите, то есть нас искусственно затащили, чтобы самим выйти из кризиса. Значит, наши первые три закона воспроизводства позволяют построить модель государства, сначала рассматриваем простейшую модель, банки, государства, два сектора. Подробно, наверное, смысла останавливается нет, потому что это нужно только для того, чтобы понять, что модель уже есть, она готовая, но эта модель линейная. У линейной модели функции гладкие, но уже можно на этой модели поставить эксперимент, когда экономику будет плавно уходить в кризис. А вот нелинейная модель отличается тем, что она учитывает нелинейность сделок. Когда вы наблюдаете за сделкой, продавец и покупатель могут находиться в состоянии, когда один хочет больше, чем у него есть денег, а продавец хотел бы продать больше товара, но не получается. И вот этот момент приводит к нелинейности в сделках. Понимаете? Это последняя моя модель нелинейная Маун, которая названа. И вот у нее уже хаос начинает появляться. А вот это законченная большая модель государства, в котором обратите внимание, я подробно не останавливаюсь, здесь по цветам только. Вот видите, Б банки, Г государства, первый сектор, второй сектор, это население потребления, а вот это блок это блок нелинейного взаимодействия между секторами. То есть сектора могут оказаться в состоянии нелинейного взаимодействия. То есть либо денег больше, либо товара меньше. То есть непропорциональное соотношение денег и товара приводит к скачкам. И вот эта нелинейность в технике очень интересно наблюдать. Называется генератор ЧУА. Когда два гармонических колебательных контура сцеплены между собой, но у одного контура вытащили гармонический элемент и ввели нелинейный, это превращается в генератор квазихаотических колебаний. Это, конечно, не точный аналог экономического смысла хаоса, но это просто как подсказка разницы. Чувствуете, да? То есть я беру технический аналог, не утверждая, что в экономике абсолютно так, но говорю, что в технике это так. Понятно? Чтобы не было четкого утверждения. Но в то же самое время дифференциальные уравнения очень похожи. то есть когда возникает коллизия в межоторслевых связях, в экономику начинает лихорадить. это значит демонстрация так называемых технологических скачков, а это уже понятие, которое мы обобщили. И вот теперь смысл мы определяем следующим образом. Самая первая строчка это воспроизводство при феодализме, примитивный цикл. Вторая строчка это неизменное обращение капитала в буржуазном государстве, которое он назвал простое воспроизводство. Вот следующая строчка нарастающего воспроизводства при коммунизме обратите внимание. При коммунизме никто так не говорит. К1 равно К2. Ц равно В плюс М. Идеальное воспроизводство. Это означает, что если в экономике все субъекты, абсолютно все развиваются пропорционально одинаково, то у этой системы невозможны кризисы. Понимаете? Вот если бы после войны Сталин вышел бы и сказал 10% в год в неделю на 0,18% все до одного. И ни вправо, ни влево, ни вверх, ни вниз. Никто не имеет права превышать эту цифру. И тогда получится, что уголь, который добывается стахановцами, не будет лежать в копьях, потому что он не востребован. Понимаете? Если бы стахановц вместо того, чтобы там уголь лишний добывать, пошел бы на улице и отдохнул еще на два часа больше и точно вот этот соблюдал бы план, то такого хаоса в СССР не было. То есть формально никто не понимает, что фактически что рыночный хаос в экономике, что превышение исполнения плана это одно и то же. Пятилетку за четыре года вот такие плакаты висели. Никто не видит смысла вот в этом это как раз и есть диверсия чистой воды. Если уж Марш сказал плановую экономику, так и надо было по плану идти. Зачем энтузиазм гнать-то? вот в каждой стране я считаю главной вуз на базе нелинейной модели вот этой может теперь построить модель для государства. Почему? Потому что фактически здесь нужен стык математиков и экономистов. Это точно такая же история, как у нас например Попов изобрел радио, а коммерциализировал его Маркони, да? Точно так же как лампочку изобрел Яблочков, а коммерциализировал его Эдисон. Профессор Петербургского университета Дмитриев придумал межотрасливой баланс, а Новинскую премию получил Неонтьев. Вот фактически сейчас нужны молодые люди, которые вот это коммерциализируют. Редактор субтитров